Порядок установки электроника в гирбокс. Первое. Необходимо сделать небольшую выточку в передней части гирбокса под эту выточку. Эта выточка сделана специально для центрирования нормального камеры хапапа. Камеры, у которых имеется диаметр посадочный 11 мм. То есть, в принципе, стандартная камера хапапа, для этого, например, гирбокса, она встанет в эту выточку спокойно. Если этого нет, что-то своё, тогда выточку надо убрать. Она всего полмиллиметра толщиной. Снимется, я думаю, достаточно легко. По крайней мере, до сих пор никаких нареканий на выточку не было, что она мешает. Дальше. Очевидно, что нужно сделать нормальные каналы для трубочек, вывода, по которым воздух идёт. Нужно сделать нормальную проточку для проводов. Это плата управления. Можно вниз, конечно, вывести в рукоятку, допустим. Можно ещё куда-то. Предполагается, что это всё в приклад выводится и аккумулятор. Хотя можно загнуть опять же провода, аккуратно как-то протянуть и вывести куда-то вперёд, если нужно. Абсолютно точно так же с подводом воздуха к системе. То есть, можно аккуратно сделать вот этот вот... Там будет придаваться кусок трубки, сделать кусок длиннее, этот кусок тоже длиннее. Всё загнуть вот сюда вот и спокойно вывести это дело всё в приклад. Единственное, нужно смотреть... Здесь вот, в данном случае, нужно, конечно, вывод делать где-то вот здесь вот. Сейчас я маркером отчеркну. Дабы поменьше было перегибов трубки. Так вот, допустим. Но в случае, если вывод в рукоятку осуществляется воздуха, нужно делать так, чтобы не задевать вот это вот отверстие служебного. То есть, где-то проводить вот здесь вот, с этой стороны. Так, дальше. Вот модуль стоит уже. Как бы, он на два винтика или на один винтик крепится. Имеется подложка, препятствующая замыканиям. Спусковой крючок, когда устанавливаете... Обратите внимание. Если будет вот эта часть царапать по плате, это нехорошо. Нужно эту часть... Вот эту вот часть... Нужно немножечко будет спилить, чтобы она не касалась, собственно, платы, не царапала планку. Ну, по идее, не должна царапать. Вот не царапает здесь. Так вот происходит выстрел. На обратной стороне переводчик огня под стандартную планку, под стандартное положение. Ну, опять же, если где-то что-то будет немножко не срабатывать, возможно, планку ее положение придется поменять. Значит, при выводе стандартном, как планировалось, в рукоятку воздуха, нужно сделать здесь выточку вот какого характера. То есть шланчики мы загибаем вот так вот, в эту сторону. И вот здесь вот делаем выточку, вот в этой части, под вот этот коннектор. Вот под этот коннектор. Должно все стоять так вот, не касаясь платы никакими металлическими частями. Понятно, если мы замкнем что-то на плате металлическими частями, ну, будет нехорошо. Все сгорит. Так, установили это дело в плату. Подключаем аккумулятор 11 вольт. Работает и с 7 вольтами, но 11 вольт работает, мягко говоря, приятнее. Проверяем. На плате есть светодиодик, который показывает, что работает система. Так, подключаем к воздуху. Так, подключили к воздуху. Просто одной рукой достаточно затруднительно это сделать. Давление у нас 120 примерно PCI. Проверяем. Сейчас должны быть одиночные выстрелы, да. Вот они и есть. Если замкнуть с обратной стороны микропереключатель режима огня, то получим, естественно, автоматическую очередь. Так, ну, воздух мы выедаем. Тут микро-резервуар у нас. Вот снова он наполнится. Так, дальше. Ну, регулировки, понятно, вот здесь вот. Этот скорострельность, самый дальний резистор, сейчас на максимуме стоит, скорострельность 1200 выстрелов. Это у нас время открытия, собственно, клапана. То есть, его нужно выставить так, чтобы подавался шарик. Но излишне этим их употреблять нельзя, потому что если мы увеличиваем время открытия соленоида, то скорость притока воздуха уменьшается. Точнее говоря, время притока воздуха в накопителе уменьшается. Он просто не успевает набираться. И на максимальных скорострельностях можем получить просадки в скоростях. Внутри стоит сразу проставочка, которая обеспечивает работу в рабочих диапазонах давлений от 110 где-то до 140 метров в секунду. Система работает с 11-ти вольтовым аккумулятором от, пожалуй, 90 до 150 PCI. Спокойно пашет. Если проставочку убрать, скорости там будут просто запредельные, там за 170 метров в секунду. Но это кому надо. Кому не надо, оперируем в разрешенном диапазоне скоростей. Ну, собственно, все по установке.